Основная моя направленность в журналистике – это этническая журналистика. Я член гильдии межэтнической журналистики России. То, когда начинаешь слушать, разбираться, оказывается, все логично, все понятно. Я буду делать такие отскоки от основной темы. Ну, как-то один деятель у нас, который самонадеянно представляет коренные малочисленные народы по просьбе туристических фирм, провел в национальном селе Секачай-Алян для туристов Новый год, Восточный Новый год, Пананайский. Как вы думаете, в чем косяк? Да, почему? Потому что жизнь их не зависит от этого праздника. У них два события в жизни – охота и рыбалка. У них два Нового года. Мужской Новый год, потому что мужики идут на охоту. У них даже если пацан в свое время сам не добыл медведя, не убил медведя, ему нельзя было жениться. Да и какой стимул для молодых пацанов, если бы они знали, что такая ерунда. Ну, это так, к старости думаешь. Можно и без этого обходиться. А второй женский Новый год – Путина. А при чем здесь февраль? А что у них меняется в феврале? Ничего. Вообще ничего. Это такой был обман. И вот периодически всплывают вот такие вот новоделы, и их называем пластмассовыми кокошниками, как наши русские хоры. Так называемые народные хоры. Пластмассовые кокошники. А какое это имеет отношение к русской культуре? Никакого. Ну, потомки русских там воют. В прошлом году был полынный фестиваль. То, что сделали организаторы, точнее, местные чиновники Снанайского района. Это, конечно, с умом интеллектуальные, культурные и так далее. Они набрали художественной самодеятельности, потому что не понимают, в чем разница между народной культурой и художественной самодеятельностью. У нас на уровне Министерства культуры, и у них не понимают они, что такое культурные коды, которые отвечают за что? За сохранность народа как такового, да? Будут сохранены эти культурные коды. Будет жив народ. Исчезнут они все. Нету народу. И есть самодеятельность. И главная задача, ну, так, чтобы люди не ходили, не грабили бабушек в то время, как они пенсии получают или идут покупать 20 килограммов сахара в магазине. Гречки. В одну руку сахар, в другую. Наши бабки, они сильные. Вот, чтобы не пили, не курили и так далее, и так далее. А у них в голове не складывается вот это. Итак, концерт. Выходит на сцену ведущий, объявляет. Сейчас выступит ансамбль, по-моему, из поселка или села Сета, который исполнит композицию, значит, составленную из русских народных песен. Хорошо. Выходит на сцену шобла девок. Ну, это уже я могу уже говорить о вашем возрасте, когда на старушек. Я могу говорить, девки. Какие были страшные костюмы. Бог ты мой. Страшного, угрюмого, какого-то бордового цвета. Непонятно, какой губернии. Непонятно, каких земель. Ну, вы знаете, наверное, да, что русские. Вот каждая губерния, вот каждый вот район там своей культурной традиции. В общем, у нас нет ни костюма, ни песен. Они иногда просто кардинально отличаются. На голове тоже, наверное, называют пластмассовыми, как кокошники. Это в Нанайском районе с их удивительными, гениальными мастерицами. Вот такой ужас. Половина русских барышень, половина нанайских. Зачем вы рядите вот этот ужас на нанайских женщин? Ну, это смешно выглядит. Ну, это как негры с балалайками. Зачем вы издеваетесь? Это что за уровень цинизма? Они не понимают. Дальше еще смешнее. 20 минут выли девки. Выли плохо. Мимо. И не прозвучало ни одной русской народной песни. Все песни русских композиторов. Я написал об этом. Я постарался так вот мягенько обойти. Потому что у меня... Я лично матерился, когда это увидим. Я в ужасе выбежал из зала на пятой минуте их боя. На мой взгляд, это... Ну, нужно снимать с должности человека, который отвечает за культуру в районе. Потому что это... Ну, это преступно, такие вещи делать. Руководителя нужно выгонять с работы, который позволил вот этот ужас тупорывый притон. С людьми что делать? И тут я понял, что... А как людям-то объяснить? Если нанайцы хоть как-то стараются сохранить свою культуру, то у русских совершенно безалаберные отношения. У нас в Хабаровске печка одна русская появилась. По-моему, да, появилась. Вот в новом... В доме отреставрированном, да. А представьте себе, да, куча всевозможных заведений. Все говорят о русской кухне. А какая русская кухня без... Русской печки. У нас есть замечательный... На мой взгляд, три коллектива русской песни. Это Елань. Достойно уважения, потому что они копаются. Копаются в музее, копаются... Они учатся. Есть гениальный коллектив. В Краснофлотском районе. Вообще, чло у меня название. Нет, не, не, не. Не Трофанова руководит. Создала просто уникальнейший коллектив детский. Да, млада. Есть красные бусы, молеки. Ну, я бы не стал бы относить. Это, конечно, наводил дико. это эстрада, но они пытаются, то есть у них есть отдельные номера, это довольно достойно уважения. Проблемы с чем возникают? Сразу говорю, вот часть, так называемая, народные песни. У нас мы не, как говорят, мы не создали. Нет, создали, потому что там дали за рекой, это наша песня, дальневосточная, она единственная, наша, это мелодия. Потом уже большевики придумали, своровали мелодию, придумали свой текст. Текст изначально другой, там вдали и в Жахе, загорались огни. Это про казаков. Мы за это время не создали на Дальнем Востоке, ну вот только одна песня, ничего. Не успели. Бах, потом революция, потом начали, пошло замещение русской культуры, я называю уголовно-советской. Было, разбомбили, в итоге ничего не осталось. Остались вот эти новоделы. Ну, это авторские песни. Я сейчас говорю о народных песнях. Немножко другие, немножко вещи. Вот провода зимы, что утеряно. Нет, хорошо, что сохранился этот праздник, и всей масленичной недели только один праздник провода зимы. Хотя бы так. Раньше плясали шибко. Да вот ноги так били ногами, что вот аж как будто, чтоб аж нога туда в землю вошла. Как вы думаете, для чего? А, когда казалось, что тихо, снимали с петель двери, порота, да? И вот под ним стучали. Как вы думаете, для чего? Ну, не духом. Нет, проще. Ну, это тоже хорошо. А для чего? Землю будили. Да нет, достучаться нужно. Вот. Это одна сторона песни. Вторая сторона песни – так называемая социализация. Когда в одном ритме коллектив начинает, выполняет какие-то действия, вот происходит как раз налажение вот этих вот связей. Мы – животные с тайной. А теперь параллели. Рок-концерты, да? Там выявили. Здравствуйте, не зависайте, проходите или берите инициативу, рассказывайте. Виви – урок, юда, квиновская, когда все в одном. Ну, правда, ритм-то простенький, но хотя бы так. Это для всех народов характерно. Есть глубинные связи, они должны быть между эстрадной музыкой, между так называемой классической музыкой, потому что когда-то классическая музыка была эстрадной, и между так называемым фольклором, фольком. Если нет этих связей, это умозрительно. Ну, вот я искренне считаю, что R&B для русских не характерен, это противоречит традиции. Другая репульсация, другая ритмика. Я, допустим, вижу то, что… Ну, природа, природа говорит, вы знаете, это очень смешно, это, конечно, деточка, попа поверти, но у нас другие немножко символы, другие немножко, меточки, другие какие-то штуки. Символ красоты для русской женщины какой? А? Знаешь, сколько среди русских лысок практически женщин? Даже лепить косу не на что. А раньше? А раньше еще хуже было. Нет. Как бы, конечно, мужчина смотрит на волосы, но волосы, извини меня, это уже потом. На что смотрит мужчина? Девушка. А на попу смотрит, господи. А на попу в тех платьях? А на что фантазия? А, понятно. Это должно будить фантазию. Но вообще символ женщины русской – это утка. Почему утка, да? Она плодовита. И вот этот вот… Почему не курица? Курица вообще-то у других народов? У нас очень много от финно-угров взяли. У нас сильное влияние угро-финская культура. И вот по всей вероятности от них перешло как раз. И вторая вещь, да? Вторая такая метка. Говорили так, красивые, ну, бабы говорили. Идет? Нет. Как будто церковь плывет. Ну, вот. Это хрень на голове. Значит, вот о чем вы говорите, что попа не была бы вне подчеркнута. И вот она идет, словно церковь плывет. Какой здесь R&B? А теперь представьте себе. Вот с этим вот, с этой красотой, откормленной. Какой R&B? Да она нафиг все сломает, если начнет плясать. А это сидит у нас. Вот эти вот культурные коды, к счастью, еще не потеряны. Они есть у нас. Это вот одно из так называемых направлений, да, возвращать иногда людей на землю. Это плохо у нас, к сожалению, сегодня любят поддакивать людям, удовлетворять их амбиции, фантазии. Ну, это называется попсня. Я называю, поем песни для пацанов. Такого много. Надо ли это делать? Вот я считаю лично, что нет. И сегодня это неинтересно. Мы подошли сегодня к такому времени, когда, он уже, наверное, в прошлом, когда люди стали пытаться выражать свое мнение. Не все, единицы. Ну, мне казалось и кажется, что это главная перспектива. А ты что думаешь? Не кто-то там, а ты. И это в корне меняет и журналистику, когда оказывается, что журналистика мнения, как ее называют, она перспективна, она нужна людям. У меня есть интернет, или был интернет. Я могу найти альтернативные какие-то мнения, сравнить и выбрать то, что мне нужно. Но когда все пишут под одну дуду, это как переключаешь каналы, телеканала, да, и все говорят одни слова. Там, про биологическое оружие, это фейк номер один сегодня на Украине. в курсе, Что она? А, и не биологическое, генетическое оружие. Я же, значит, сразу начал ржать. Хватит средних. Если биолог был не трудовик, и на уроках в средней школе буквально не учил на себе биологию, на своих причиндалах, то, в принципе, хватит средних уроков биологии в средней школе, чтобы понять, что это просто фейк. Но сидел малограмотный, непонятно кто, в форме, начал говорить о чем, о генетическом оружии, о славянском, о славянском, да вы о чем говорить, их нет. Славянский мир, он настолько разнообразен и культурно, и генетически. Это, конечно, ну, как минимум, странно. Для того, чтобы сопротивляться этому, нужно, конечно, иметь навык, самообразовываться и иметь критическое мышление, к сожалению, советское образование и постсоветское образование не давало эти навыки. В чем слабость и в чем тупик этого? Надо самообразовываться. А умение разгадывать кроссворды, это глупо, оно не нужно для жизни. Для досуга прикольно, а для жизни нет. Ну, память разобивает. Хотя сегодня с гуглом с СССР, зачем забивать голову, ненужной информации есть? Забил, пошел, посмотрел. А вот базовых каких-то вещей, которые помогают выплывать в этой ситуации, вот это само советское образование или тоталитарное образование не давало. О музыке. Вот я делаю круг, да. Вы скажите, получается же не только советское образование такого, как вы считаете, не давало, современным молодежи каким-то образом тоже нет критического мышления, я это сейчас и наблюдаю во всей своей красе. Вы знаете, во всей красе наблюдаю тоже я, но я не хочу говорить в общем о молодежи, потому что молодежь совершенно разная. С одной стороны, да, с одной стороны, ну, то, что называют топорылом-молодняком, это есть, а с другой стороны, есть студия Мечтолет, которая, я считаю, просто сделала всех старперов, открыв, во-первых, открыв студию, во-вторых, произвели или создали мультсериал и продали его в Китай. Оказывается, в Хабаровском крае можно, я же завожусь, можно продавать не только, как эти, простите меня, строители светлого будущего, лес, притом срубая все постоянно, вычерпывая всю рыбу, продавая за рубеж, а можно еще продавать свои мозги, они неисчерпаемы, если, конечно, у людей не выживать с нашего, то, что у нас было раньше, там, десяток, по-моему, годов, когда Криаклов выживали, оставляя вот только вот это вот, вот это вот генетическое безобразие, которое вычерпывает Амур. А? Сейчас немножко другая ситуация, я не знаю, куда мы придем, это уж отдельная тема для разговора. Я бы не стал бы ругать, лично у молодежи, что они тупорывы. Есть традиции хабаровские, это одно. Мы, дети своих родителей, мы продолжаем эту линию. Если в хабаровске сформировано определенное, да, что мне не нравится, да, нелюбовь, нелюбовь к своему, доходящая до патологического. А зачем вы сравниваете с Москвой? У нас есть свои традиции. Сформированные, интересные. Через хабаровск шли носители культуры из Китая. Здесь уже схватывали, хватали НКВДшники и уничтожали. Но здесь что-то у нас оставалось. Хватит одного нашего театра музыкального комедии, музыкального театра. Но вот сегодня уже можно, наверное, говорить о музыкальном театре. Раньше было нельзя, раньше был ужас. А сегодня уже там хороший оркестр, неплохой для Дальнего Востока. У нас есть своя какая-то, вот, какой-то свой ландшафт культурная. И здесь вот слово критики, когда я увидел критику, думаю, замечание, какие молодцы, а потом остановился. Нужно ли сегодня ругать? Критика, критиковать, ругать, да, цепочка логичная. Ну, конечно, думаю, а ведь ругать можно уничтожить то, что есть. И так уничтожают. Уничтожают простые жители, уничтожают чиновники, считая, что у нас ничего нет. Ну, приезжает там Петя, Вова, Миша. А что у вас здесь есть местного, местный чиновник, который не в курсе? Видели же, да? Э, да, 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 но ничего у вас нет, говорит. Потом появляется какой-нибудь сумасшедший Визанкин, бешеный, который у нас есть, у нас есть, а почему вы не поете, почему не исполняете музыку? Ничего, если у меня будут вылетать слова, да? Ну, я же такой шатанутый, то есть, мне можно, да? Вот. Местного, я считаю, что он великий композитор местный, а вылетела у меня фамилия. А почему вы как аскими рапсодиями открываете дни народной музыки в... Голланд? Не, не Голланд. Не, он умер. Голланд еще, слава богу, живой. Голланд, не, Голланд таких высот не достиг. У него есть нанайская рапсодия, у него есть ульчская у этого композитора рапсодия, да это должно быть мулькой, брендом для нашего симфонического оркестра. А чем он отличается от других оркестров, ничем? Да что ж вы клип пачкуете этих самых матрешек без понтова, страшных, как я говорил с этого сполынного фестиваля, в страшных непонятных костюмах, не относящихся никому. Зачем вам это надо? Для чего это делать? Чтобы оболванивать людей? Ну, вот только я один написал, что ж вы не открыли, почему никто не исполняет цены, произведения наши, у нас есть наши, вы привозите хакасс, это замечательно, послушайте, она хорошая хакасская, это рапсуль, замечательная вещь, все хорошо, но она хакасская, у нас восемь народов считает Хабаровский край исторической родины, это что же за уничижение этих народов, это вы специально сделаете, вы хотите, чтобы они ушли, чтобы вам проще было рыбу вылавливать, вот этой вот советской ксенофобии, там уничтожали эти народы, знаете как, все просто, забирали детей в интернаты, запрещали им говорить на языке матери, так, а? Они потеряли культурные коды, да, им говорили прямо, твоя мать дебилка, дура, что ж ты на этом языке это говоришь, и девчонки маленькие залезали под кровать, при невключенном свете и шепотом говорили, и вместо того, чтобы воспитывать, учить на Нанайса, на Ороча, и так далее, и так далее, им фигачили Пушкина, не самого лучшего в мире поэт вообще-то, он локален, зачем? А мы хотим, чтобы они были как русские, так они в первую очередь должны быть Нанайцами, русскими они не станут. Вот что можно было бы написать об этих днях? Ну, понятно, что там пошел русский самодел, но вы знаете, наверное, что балалайка появилась в 19 веке, чуть раньше, по-моему, матрешки, знаете, наверное, да? Что-то новоделы культурные, русский-то инструмент гусли. А вы про этот фестиваль народной музыки филармонии? Да, да, да. Да, и что там были странные произведения параллельно? Ну, почему эти странные? Они нормальные, все хорошо. Там, нет, там, ребята делают, работают профессионально, я сейчас говорю о других вещах. Ну, о составляющей. Почему? Почему наш фестиваль для нас делается из... вы хотите познакомить? Это прекрасно познакомить, но почему наши произведения не звучат? Почему сегодня молодежь не знает Доля Мура Белым Парусом? Знаковая песня для Хабаровска. На одном из телевидений я подошел там, ну, назовем там главным редактором, говорю, твои журналисты, вот молодняк, беспонтовый, тупорывый, так же сказал, не знают Журавлева песню, они говорят, ну, они же не должны все знать, но они же живут в этом городе, они обязаны знать основные ключевые коды, иначе не будет связки со старым поколением, иначе не поймут, они не будут понимать характер этого города, суть этого города, а это все-таки он попал в точку Журавлева с этой песней, вот туда, иначе бы это не стало, пусть, ну, маленьким хитом общесоветским, а это был хит, пели и на Камчатке, и на Сахалине эту песню Хабаровске. Если сегодня ставить память не какому-то балдую из чиновнику или милитаристу, да, а для нас важен Матвей Журналёк, Журавлёв, который сегодня практически исчез, а там прелюбопытное творчество, и это касается не только, ну, как вот, сходу это вроде простенькие песенки, да, на самом деле нет, если копаться, там и своя методика, своя гармония, и свои какие-то изыскания, а это не востребовано у нас в городе, у нас в городе востребована оказалась вот эта штамповка, вот эти вот балалайки, Катюшки, и Матрёшки, копипасты, в крайнем случае рерайты, вот как вы считаете, имеет ли это какую-то цену, нужно ли это поощрять, Матрёшек поощрять, ну, вообще, нужно ли это поощрять, ну, да нет, поощрять-то надо как раз местное... Авторское творчество, вот с этим у нас проблемы с авторским творчеством вдруг появились, оказывается, традиционно, да, это редкие единицы у нас в Хабаровске способны на авторское творчество, на мышление, мышление, оказывается, это, и очень часто это раздражает людей, и в первую очередь пишущих. Ну, вернёмся к фестивалю. Когда я начал заниматься этим, ну, это для добра, лучше бы занимался чем угодно, потому что там проблемы оказалось гораздо больше, чем я предполагал. То есть, помимо технических в городе не было оборудования, в городе не было к тому времени публики, потому что вдруг город начал слушать «Ласковый май» и уголовные песни. Это естественно для этого города. Вдруг, то есть, эта тусня металлическая, которая была всплеск интересов благодаря треку, благодаря моде и так далее, Минстри, когда металл стал мейнстримом, вот в какой-то момент вышел из моды и к концу 80-х годов всё. Аппарат, который был куплен в ЛКСМ для местного клуба куда-то исчез, поворовали. На концерты перестали ходить, тишина, и в этот момент я думаю, ну что делать? А я тогда был художественным руководителем студенческого клуба, у меня набралось, дверку приоткрыл, набралось какое-то офигительное количество рок-групп. Надо делать не мечетливо. И вот мы на дровах стали делать наши первые концерты, денег не было, не предвидено, идёт хабаровчане такое, я же организатор, я же сижу на входе, продаю билеты, я же потом уборщица, я же тот, я же ещё на сцене успею, мудряюсь выступать. Операция Фигура такое было, идёт такое, значит, толстый такой, румяна, студент такой. Он потом работал у Ишаева, получал хорошие деньги, но такой идёт, значит, ой, я бедный студент, у меня нет там рубля, а я смотрю, у него две бутылки водки, что ли, которая стоила три рубля, что ли, спрятан. Думаю, ну, конечно, не доедаешь, а я-то общаговский, не это, как сказали, приморчане, нищеброд, это уж отдельная история была. Я не помню, как себя я повёл, честно, я помню вот эту картинку, потом увидел в соцсетях, это мне напомнило ситуацию. Да мы этого, Александр, ты нас сделали, мы его ненавидим. Я говорю, правильно. Таких было много, это Хабаровск, это нормально. пресса появилась чуть позже. Писали о чём угодно, о водке, о пьяных, о наркоманах и практически не писали о музыке. А между тем, это прелюбопытнейшее явление. Конечно, это не музыка, конечно, это другой жанр. Если говорить о рок-н-ролле или о русском ролле, мне очень нравится понятие рок-н-ролл, андеграунд не очень нравится, потому что это не совсем андеграунд. Это такое вот стихийное, стихийное, но с точки зрения самодеятельности, это стихийная самодеятельность, не организованная самодеятельность. Если говорить, ну, о градации. С точки зрения музыки, оно не вписывается в рамке музыки но на дальнем востоке традиционно играют плохо поет плохо тексты бывают интересны это вкладывается вот в рамки русского рога порой по гармонически мелодически интересные вещи появляются порой но вот на мой взгляд один раз появилась интереснейшая или это явление под названием оркестровая яма больше такого у нас не было я думаю не будет 90-е годы это вот оркестровая яма это город х я думал что коля никитин хабаровчанин пашка терновой не хабаровчане не я не хабаровчане мы формировались других другой среде это 90-е годы так называемые и тогда был всплеск как ни странно это какая-то я долго думал что же такое даже фестивалем это старался не называть потому что мне но мне нужно было понять что такое фестиваль что же это такое ведь у нас что какая не сборная солянка вдруг называется фестивалем я говорю я буду че вы че издеваетесь что лет самый обыкновенный эстрадный концерт сборная солянка но выступили группы разбежали и что что в итоге да ничего забыли проблема так называемых кавер-групп нужны ли они на фестивале а смысл а смысл а нет если мы ставим задачу обмен таким вот музыкальным мнением да а что же это наше какие должны быть песни земли наши поэтому и в какой-то момент а подсказал мне эту идею замечательный ныне покойный художником скульптор боборов и как-то он говорит вы знаете вот градации творчества грунт невесно низшая форма это копирование вторая форма это имитация третья форма это придумывание своего языка художественного достаточно я думаю о мне сразу пин флорис свой язык свое пространство своими для аккорда вообще и да это офигеваешь потому что там она огромна это пространство населенным бесконечным к или конечно есть смешная осени с кучей всевозможных заимствований да они талантливые все замечено этой страны а вот здесь или век запилен какой то есть для непонятно я не знаю я не понимаю все все до кучи но это всегда лид зепель думаю господи очень просто придумывание своего эстетического языка попытка это рок-н-ролл это отвечает вот нашим кстати нашему русскому менталитету возвращаемся к полку да а все остальное ты странную музыку и значит нужно вовремя отбиться от чего до от желателями стрима поп с ней моды песни для подряд песни для пацанов и так далее это не бесит стать когда мы изначально то есть не продюсер который должен думать да о целевой аудитории и древесли водой а там уже не так далее а сами музыканты но это наш крестьянский самодеятельный уровень начинают думать понравится ли пацанам или не поймут ли пацаны или не поймут ли пацаны но и говорит о как почему нас пацаны понимают а есть коля никитин которого пацаны не понимают так вот для меня коля никитин был более рок-н-ролл чем вы мне был недавно конфликт 2004 года фестиваль не проводится и вдруг пару лет назад и думал что я все нормально я я уйду в заведение меня забудут все буду спокойно сидеть все видимо такое не забывается ты нас не взял на фестиваль ну бывает ему я человек я имею право на ошибку ты посмотри какие мы хорошие песни в это время играли я с дуру начал служебную мою значит герой депрессивный подросток с рабочей окраины на депрессивным пацанам с рабочей окраины пофига что руки вверх что пинфлуют и так далее чаще всего это руки вверх и около этом и чуток там одним словом я стою что-то там идет дождь на ты не приходишь а я все стою да и нравится таки они что здесь еще и да не нет здесь немножко другие вещи опять есть есть это нашей сегодняшней культуре я не хочу называть национали потому что это обидно я прошу прощения дома 1 я слушал потом мысль так ну чё ты все стоишь ну то хотя бы про мастурбируй хотя бы честнее было бы для герои это и тогда это может был бы дороги народ а так чё то стоишь но идет дождь и чё тоскуешь но не тоскуй пойди поешь картошки с котлетка но вот такой взрослый цинизм ну какой же это чё это за бред от градации до с русским вот с русской музыкой до рок-н-ролль не рукова там все понятно то есть вот какой герой или как там я свободен ну как были поющие сердца так вы были поющие сердца только чуть потяжелели и аудитории с хорошей нет хорошей странной музыка но бляха-муха но зачем обманывать людей называть это рок-н-ролл называйте прямо эстрадный коллектив ария споет для вас песню молодую переводим на русский язык на молодой человек покушав маминого борща приняв ванну ну и так далее ненавижу ностальгию потому что у меня память в этом плане хорошая вспоминаю все свои косяки мне становится просто страшно иногда какой я был дурак и нет никакой гарантии что я поумнел потому что с возрастом человек не умнеет он москиты снашивается он только тупеет и когда мы выбираем старых правителей мы делаем громадную ошибку громадную выбирать нужно молодых здоровых агрессивных желающих полюбить весь мир а не мутать и мужчин со сношенными на над мозгами вторая штука сентиментальность в этом ничего хорошего нет очень многие лего там сентимента так на самом деле это не очень хорошо почему компенсация за сентиментальность это компенсация за жестокость и чем более жестокий человек тем он более сентиментальный пример это классика а в то время когда во время великой отечественной войны был пик жертв в концлагерях гитлер вдруг заделался человеком который не ест мясо у нас только любил санчиков барашков веблюдиков такой мими 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 даже медали выпустил отдельно в защиту животных и когда вы встретитесь с этим всплеском сентиментально это хорошо это сентиментально ну как бы вспомнить мои слова кстати какой музыкальный жанр наиболее сентиментальный не роман цене там другого это винтаж отдельное состояние это это духи вот вся духе красная москва ну отчасти да нет самый такой сентиментальный жанр ну там где поют про мамин жакет шансон конечно конечно это нет это вот это отдельная тот отдельный жанр больше мире нигде нет потому что во всем мире как бы стесняются вот этой категории людей на есть везде просто велико сословия родилось ухо я мне кажется что это не фолк не это не народной музыкой это немножко другие вещи это на мой взгляд это вот какие-то звуки для озвучивания быта но невозможно же слушать постоянно песни которую в которых одна и та же гармония одна и та же мелодия примерно одни и те же слова а всегда глагольный ритм и вот честно говоря для моего уха все равно что казахский пи песни текает аквинов когда они собирались в юрте и вот неделю они двигателя на одну мелодию одну вот я не понимаю языка я не в этой культуре ну это не фолк это немножко другие фолк дело в том что фолк он в отрыве от культа культовых мероприятий не существует они понятно нет то нет 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 это культа кукне культовый не культа культа кук культовые действия праздники но грубо говоря нам нужен дождь и мы собираемся к реке в коллективном на сопочке около березки до поем в нужную песню нужно брить не тупым дождь идет в отрыве от этого состояния песни не работают он непонятно зачем но грубо говоря есть песни там там отпевали покойников и вдруг на свадьбе вспомнишь про отпевание покойников и начали песни песни петь в отличие от этого песни шансона не в любой среде ты можешь нажраться на поминках и спеть песню шансону войдет некоторым катит вот ты можешь на свадьбе тоже саму песню петь ничего не случится это вот главное отличие то есть она песня эти как будут для других целей служит что касается по-настоящему рок-н-ролльных мистерий да это всегда подготовка это все-таки ближе как раз к фольклорным делам очень много общего городского я конечно могу могу предположить что это стукуется с так называемыми дворовым песенками но этот период мы даже прошли давно по идее хотя это все спорно и вот когда вы идете так на руку на рок-концерт вот тут какой-то инструментарий клиент именно да какие-то от идеи можете соглашаться не соглашаться это ваш право это ваши дела мое моя задача вот этого в этом случае заранить сомнения заранить какие-то сомнения а так ли это если в эстрадной музыке довольно понятно там едем сразу адреса то есть кому рисованы что мы хотим просто понятно что заработать бабла и так далее так далее то в этом случае в рок-н-ролль нам очень часто непонятно и вот там происходит вот такие же по идее должны происходить такие же вещи что современные журналистики вот есть мое мнение ваше за ваше право соглашаться или нет вы соглашаетесь хорошо не соглашаетесь хорошо чем современное искусство отличается от несовременным и актуально сегодня говорят искусств как вы думаете в темы хотим трактовать на самом деле все просто задачи современного искусства просто вызывать эмоцию а задачи несовременного искусства потом уже начались вот привести куда там говорят привести куда так светлому что совершенно невозможно сколько угодно случаев когда убийцы слушали хорошую музыку но это не мешало им будь убийцами не воспитывает искусство ну удовлетворяет какие-то потребности это человек сам решает чему делать даже не является вот какой-то . пинком и так далее базовое образование домашние какие мы не хотим а дело не в этом я домашнее образование то что дают родители на свои на своем примере не то что они говорят мы же врем человек наверно самая вручая обезьяна на свете врем изначально патологически везде мелочах по крупному и так далее это не остановить потому что наша природа поэтому нас тигры не любят жрать мы вонючие вручие и оручие шумящий беспардонные мезьяны учение за кабанчиками они миленькие побегают то есть кому адресата кому для чего задача современного искусства вызвать эмоцию если вызывается эмоция задача неважно отрицательно положить это знаешь ничего не нравится молодец в задачу лупнули ха 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 развернулись ушли а человек бесится сколько угодно статор а как так можно да можно легко и просто вы же верили в своего сталина вы же оправдываете сталинские били преступления вы же не считаете что это преступление против человечества а кто миша а почему нельзя вот такое мелкое хулиганство придом смешно шалость даже смешно но для определенных для тоталитарного мышления это конечно конфликт праг это вот сразу видно те появляет современное искусство появляется сразу враги ну как правило царки а я всегда ружу а как нет конечно а ты то что что мне нравится но через пять минут восхищения их жизнью как они богаты живут и правильно стало невероятно скучно но пожрал во время еды конечно и веселился это приятно это прикольно прошло 10 минут я забыл что делать надо себя веселить поперся в музей современного искусства но ты же типа понты те же ты и ты по современный тут я понимаю что и валенок валенок не то что для меня не скучно мне не вызывают это эмоции не негативных вызывает только одну скуку но не от там порадовался конечно когда они из танков ну танки типа розовые слоники мы сделали огромную пирамиду на такая консталляция прикольно я ржал и тут но это по это проблема моей необразованности про проблема мама и недоразвитость мне это не проблема их мне-то это понятно не потому что я там себя ругаю да потому что ну чуть ну нужно быть честным ну ну сельфо ну а чё ты хочешь где ты формировался сколько ты имел контакты по обществе изобразительным искусством дораз два и по книжечкам чего по книжечкам то мало очень это наша проблема удаленность от центра в художественном отрицание своих своего своего культурного ландшафта патологическое отрицание менсер фамилия вспомнил композитора который собирал фольклора мужских народов и на основе этого создавал какие-то симфонические полотна представьте себе да вот откуда вы хабаровского края а что у вас у нас есть менсер у нас есть я была представьте себя гордиться до менсера песню одну я знаю ху поет хору пел хор хор млада офигенно если честно это не та залипуха которую сделали в бурятии знаменитый их балет ангара молодцы танцуют хорошо что это национальные мотивы все-то а в музыке то что должно присутствовать в рецк а ничего приехали пацаны санкт-петербурга леса москвы я не помню уже точно с каким-то своим материалами так чё делать нам нужен национальный балет легко из своих набросков шляпали бангара хорошо ангара а чиновники же не как правило чукчи малообразованы простите меня слова чуть не понимают они опять у них мышление на уровне балалайка матрешка катюшка как наши идиоты давайте построим в хабаровском крае русский остров для чего вы историю то знаете вы знаете что казаки грабили на на ицев убивали ну и насчет ели спорно хотя и не удивлюсь вы представьте себе да и строить здесь это такое пощечина народом для которой для которых хабаровский край историческая родина это пощечина ну тут уже появилась другая дамочка уже с коренных она держит нос по ветру говорит а давайте сделаем организуем праздник как будто с кровами на нальце встречают на берегу амура русских казаков ну первых караваев не было да а есть такая легенда как появились русские на на амуре сначала три дня дул ветер который приносил незнакомую на незнакомый запах перевода не переводим на русский язык перегары потом на берег причали огромные оморочки хотя здесь лукавство и он она из вам русских народов были огромные лодки было такое из них вышли люди странные длинным носом притом один глаз не видел что там а второй не видел что там когда мне рассказывали этому а я вижу подлые мыслица за появилась а я-то вижу и на ногах то у них было странно вот и не обувь ненормальной из рыбьей кожи оставляющие следы как будто лось прошу испугались на нальце бросились бежать а кто не успел убежать потом того мертвым сошли из тех пор на нальце стали звать русских ночи лочь черт и в этой ситуации строить русский острог но это как минимум тупо это раскачивать лодку так называемых таких случаев как бы много это и постоянной спекуляции культурная это и провоцирование на появление всевозможных новоделов что музыки что в культуре что праздник тогда я начинаю экспериментов над русскими мы вначале этого всегда первые жертвы этого катка тех идиотов которые придумывают что можно как-то манипулировать этим процессом его можно уничтожать манипулировать нельзя уничтожив коды уничтожишь народ вот я все время величись вокруг фолка потому что проще как бы иногда проще сравнить в основе любом случае лежит фолк хотим или не хотим то есть мы от него уходим мы потихонечку к нему приходим что-то берем я и думал всегда смо слушал языки но в детстве думал господи какое вранье как это скучно да да хорошая певица но как она врет как она какая она фальшивая этому это вся на народная музыка такая фальшивая потом случился случилось бечевская это тоже эстрада а вот потом случился ансамбль покровского я был совершенно я влюбился в эти песни казалось что все по-другому кардинально по-другому и вот там там и ритмика там и да нам пофигу нравится мне нравится не нравится не слушайте а мы получаем кайф я вместе с ними получаю кайф их задача не обслужить я если я вхожу в это пространство если говорить я ведь я избегаю слова критика потому что это немножко некорректно сегодня потому что тут же появляется даст критиковать нет не критиковать понять то есть попасть туда в это пространство а что же ты хотел когда ты спрашиваешь на не всяк человек сможет сказать а что что хотел ну поется мне да поются учета запелось и это прикольно это естественно это здорово это моя задача понять что же такое в основе давайте сделаем перерыв